толкование на символ веры святитель симеон солунский изложение необходимейших указаний о выражениях божественного символа откуда они собраны и против кого поставлены полезно изъяснить это на каких основаниях составлен божественными отцами священнейший символ необходимо знать что они не сами от себя но из божественных писаний заимствовал выражение и мысли составили его в духе благочестия таким образом почти все речения божественного символа взяты из святых писаний здесь мы покажем это отношение каждому отдельному выражению против эллинов и иудеев и язычников и всех прочих нечестивцев которые или вовсе не исповедуют бога или если признают его то не исповедуют отцом единородного слова и изводителем святого духа верую в евангелии говорится ты веруешь ли в сына божия веруйте в бога и у меня веруйте апостол верую в господа иисуса деяния апостола воединого бога в евангелии да знают тебя единого истинного бога брат божий ты веруешь что бог един павел но у нас один бог отец из которого все и мы для него и один господь иисус христос которым все послание к коринфянам отца в евангелии восхожу к отцу моему и отцу вашему очень праведный и мир тебя не познал я иду к отцу моему я умоляю отца или думаешь что я не могу теперь умолить отца моего евангелие от матфея отче в руки твои предаю дух мой евангелие от луки петр говорит благословен бог и отец господа нашего иисуса христа павел бог и отец господа нашего иисуса христа послание к коринфянам все держители захария так говорит господь саваоф основании дома господа саваофа слово господа саваофа иезы кииль адона и господь что значит все держитель все держитель означает и имя саваоф которая исаи усвояет всей святой троицы говоря свят 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 господь саваоф в евангелии отче господи небо и земли евангелие от матфея давид в руце его если концы земли на перстник христов иоанн вседержитель который если и был и грядешь евангелие от иоанна против эллинов которые не признают что бог сотворил все из ничего и промышляет обо всем творца небу и земли моисей вначале сотворил бог небо и землю в евангелии отче господи небо и земли евангелие от матфея видимым же всем и невидимым павел видимое и невидимое все им и для него создано то есть отцом через христа давид ибо он сказал и сделалось он повелел и явилась против эллинов и иудеев отвергающих христа его единого господа иисуса христа сына божия единородного павел но у нас один бог отец и один господь иисус христос послание коринфянам в евангелии да знают тебя единого истинного бога и посланного тобою иисуса христа ты христос сын бога живого евангелие от матфея и я видел и засвидетельствовал что сей есть сын божий ты веруешь ли в сына божия сие же написано дабы вы уверовали что иисус есть христос сын божий единородный сын сущий внедре отчим он явил так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного возлюбленный ученик христов дабы вы знали что вы веруя в сына божия имеете жизнь вечную против ария называвшего сына тварью и же от отца рожденного прежде всех век в евангелии я исшел от отца и пришел в мир иоанн всякий любящий родившего любит и рожденного от него в евангелии и ныне прослав меня ты отче у тебя самого славою которую я имел у тебя прежде бытия мира в начале было слово сущие внедре отчим она была в начале апостол павел последние дни сии говорил нам в сыне через которого и веки сотворил послание к евреям притчах от века я помазана от начала прежде бытия земли я родилась прежде нежели водружены были горы прежде холмов против тех которые нечестиво богохульствуют о бесстрастном рождении единородного сына свет от света в евангелии чтобы свидетельствовать о свете был свет истинный который просвещает всякого человека приходящего в мир давид во тьме твоей мы видим свет павел сей будучи сияния славы послание к евреям бога истина от бога истинно возлюбленный ученик христов да будем в истинном сыне его иисусе христе сей есть истинный бог и жизнь вечная в евангелии я есть истинно павел ожидая явление славы великого бога и спасителя нашего иисуса христа рожденно притчах я родилась прежде холмов в евангелии я на то родился и на то пришел возлюбленный любящий родившего любит и рожденного от него против ария и евномия несотворенно он родился а не сотворен вместе с тварями так как он сам творит всего павел через которого и веки сотворил послание к евреям в книге премудрости сотворивший все словом твоим против ария евдоксия и их нечестивых единомышленников единосущно отцу в евангелии я и отец одно разве ты не веришь что я в отце и отец во мне видевший меня видел отца павел он будучи образом божиим не почитал хищением быть равным богу но уничижил себя самого принял образ раба им же вся выше павел через которого и веки сотворил послание к евреям все им и для него создано он есть прежде всего и все им стоит в евангелии все через него начала быть и без него ничто не начала быть что начало быть притчах от века я помазана от начала эти последние слова означают предвечная и недвижная в отце основания его живой премудрости равно как слова господь создамя начала пути своих в дела своя предзнаменует в очеловечивание посредством которого христос совершил великие дела нашего спасения а выражение господь премудростью основал землю вся премудростью сотворил если сотворивший все словом твоим указывают на дела его от начала впрочем господь созда мя сказано также вместо благоволил через меня свою премудрость созидать и творить дела свои об этом же свидетельствует и давид говоря словом господа сотворены небеса однако самым ясным образом о явлении его во плоти учат как сказали мы слова господь созда мя против манихеев и других нечестивцев отвергающих домостроительство слова нас ради человек павел ибо все для вас послание коринфянам если бог за нас кто против нас послание к римлянам тот который сына своего не пощадил но предал его за всех нас послание к римлянам а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял онные послание к евреям и нашего ради спасения иссая не ходатай ниже ангел но сам а господь спасе их петр к всему-то спасению относились изыскания исследования пророков в евангелии я пришел не судить мир но спасти мир чтобы мир спасен был через него ибо спасение от иудеев спаситель мира который есть христос евангелие от луки пророчество против нестория других нечестивцев не исповедующих воплощение богослова и богохульно говорящих что он явился призрачно сшедшего с небес апостол не сшедший он же есть и вошедший в евангелии ибо я сошел с небес павел бог послал сына своего подобие плоти греховной послание к римлянам против еретиков пустословящих что слово восприняло иное а не одинаковое с нами тело и воплотившегося от духа свята и марии девы и сая седева в очреве приимет и родит сына в евангелии как будет это когда я мужа не узнаю евангелие от луки не бойся мария зачнешь в очреве и родишь сына дух святый найдет на тебя и сила всевышнего осенит тебя евангелие от луки ангел говорит иосифу родившиеся в ней есть от духа святого евангелие от матфея и не знал ее как наконец она родила сына своего первенца евангелие от матфея павел бог послал сына своего единородного который родился от жены в евангелии и слова стала плотью и обитала с нами против ополинария называвшегося человеческое естество христа чуждым ума против евтихия диаскора а также севера и прочих безумцев пустословивших что слово божие и по воплощении имеет одно естество а также против пира и других монофилитов и вочеловечишься павел он будучи образом божием не почитал хищением быть равным богу но уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеком один бог и отец всех а един посредник между богом и человеками человек христос и иисус в евангелии потому что он есть сын человеческий не дивитесь всему когда же придет сын человеческий тогда сядет на престоле славы своей евангелии от матфея против нечестивцев безумно утверждавших что господь не страдал плотью но призрач наказался страждущим а распятого же зоны при понтий стим пилате и страдавша и погребенно павел пред богом все животворящим и пред христом иисусом который засвидетельствовал пред понтием пилатом доброе исповедание завещеваю тебе в евангелии иисуса ищите назарянина распятого евангелия от марка павел я преподал вам что христос умер за грехи наши по писанию и что он погребен был и что воскрес третий день по писанию послание коринфянам против иудеев эллинов и всех прочих нечестивцев и воскресшего в третий день по писаниям в евангелии воскреснул рано в первый день недели иисус евангелие от марка уже третий день ныне как это произошло евангелие от луки когда иисус воскрес из мертвых он стал посреди учеников и говорит им мир вам вспомните как он говорил вам когда был еще в галиле сказывая что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человека у грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть евангелие от луки и вошедшего на небеса и сидящий одесную отца в евангелии итак господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную бога евангелие от марка и когда благословлял их стал отдаляться от них и возноситься на небо евангелие от луки в деяниях сказал сие он поднялся в глазах их и облака взяла его из вида их деяние апостолов и паки грядущего со славою судите живым и мертвым в деяниях мужи галилейские что вы стоите и смотрите на небо сей иисус вознесшийся от вас на небо придет таким же образом как вы видели его восходящим на небо деяние апостолов в евангелии и тогда увидят сына человеческого грядущего на облаке с силою и славою великую евангелие от луки тогда сын человеческий сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы евангелие от матфея в деяниях нам которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать что он есть определенный от бога судья живых и мертвых деяния апостолов даниил видел я наконец что поставлены были престолы и воссел ветхий днями вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий и ему дана власть слова его же царствие не будет конца даниил которого царство царство вечное и все властители будут служить повиноваться ему в евангелии и будут царствовать над домом иакова вовеки и царство его не будет конца евангелие от луки против македония духоборца и в духа святого в евангелии крестя их во имя отца и сына и святого духа евангелие от матфея утешитель же дух святый которого пошлет отец во имя мое давид и духа твоего святого не отними от меня господа павел господь есть дух а где дух господин там свобода послание к коринфянам пётр для чего ты допустил солгать духу святому ты солгал не человеком а богу деяния апостола животворящего в евангелии дух животворит плоть не пользует немало давид пошлешь дух твой созидаются и ты обновляешь лице земли моисей и вдунул в лице его дыхание жизни и языки иль из реки пророчества духу из реки пророчества сын человеческий и вошел в них дух и они ожили пророчественно против нововведения латинян и же от отца исходящего в евангелии когда же придет утешитель которого я пошлю вам от отца дух истины который от отца исходит и когда выходил из воды тот час увидел иоанн разверзшиеся небеса и духа как голубя сходящего на него евангелие от марка от правил но мы приняли не духа мира сего а духа от бога послание коринфянам давид словом господа сотворены небеса и духа мусть его все воинство их о том что одна слава и поклонение троицы что один отец есть единая причина бытия как единородного так и духа этому весьма ясно учит символ тем что сказал сначала и же от отца исходящего потом говорит и же со отцем и сыном с поклоняема и же со отцем и сыном с поклоняема и словима в евангелии крестя их во имя отца и сына и святого духа евангелие от матфея павел ибо кто из человека узнает что в человеке так и божьего никто не знает кроме духа божия послание коринфянам у исаи и и языки или ангелы взывают свят 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 господь савао вся земля полна славы его то есть отца и сына и святого духа единого в троице бога против еретиков отвергающих законы пророков глаголов шева пророки захария как возвести лустами бывших от века святых пророков своих что спасет нас от врагов наших евангелие от луки богородица как говорил отцам нашим и прочее евангелие от луки в деяниях о нем все пророки свидетельствуют что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его деяния апостолов также которого небо должно было принять до времен совершение всего что говорил бог устами всех святых своих пророков от века деяния апостолов в евангелии ибо сам давид сказал духом святым сказал господь господу моему сиди одесную меня евангелие от марка в деяниях и по молитве их поколебалось место где они были собраны и исполнились все духа святого и говорили слово божие с дерзновением деяния апостолов в книге чисел иногда почил на них дух они стали пророчествовать в стане против говорящих что ветхозаветное противно евангельскому и не принимающих пророческих видений во единую святую соборную и апостольскую церковь павел соделавший из обоих одно один господь одна вера одно крещение братья святые был утверждены на основании апостолов и пророков имея самого иисуса христа краеугольным камнем и вы тело христова а порознь члены послания коринфянам и иных бог поставил в церкви во-первых апостолами во вторых пророками в третьих учителями послания коринфянам до церковь созидание приемлет вы храм божий я же к созданию церкви просите имея самого иисуса христа краеугольным камнем на котором и вы устрояетесь и он есть глава тело церкви также как всем соборных посланий названы так потому что были написаны ко всем верным так и совокупность всех православных названа в символе соборной церковью против богомилов и всех нечестивцев не принимающих или не уважающих крещения исповедую едино крещение во оставление грехов павел ты исповедал доброе исповедание потому что сердцем веруют к праведности а устами исповедуют ко спасению послание к римлянам один господь одна вера одно крещение да крестится каждый из вас для прощения грехов деяния апостолов в евангелии крестя их во имя отца и сына и святаго духа евангелие от матфея против эллинов и оригенистов отвергающих воскресение мертвых а потому также воскресение спасителя нашего иисуса христа чаю воскресения мертвых в деяниях за чаяния воскресения мертвых меня судят деяния апостолов исае оживут мертвецы твои восстанут мертвые тела павел ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов божиих послание к римлянам в евангелии когда мертвые услышат глаз сына божия и услышал оживут против оригена безумно допускавшего изменения состояния в будущем веке и верившего в то что наказание будет иметь конец и жизни будущего века аминь в евангелии ненавидящий душу свою мире всем сохранит ее в жизнь вечную в деяниях он говорил о правде о воздержании и о будущем суде деяния апостолов исае отец будущего века в евангелии я живу и я дущий меня жить будет мною я есть воскресение и жизнь и пойдут сии в муку вечную а праведники в жизнь вечную евангелие от матфея аминь